4 ноября Всероссия будет отмечать День народного единства. В преддверии праздника от Калининграда до Владивостока уже проходит многочисленное мероприятие, митинги, флешмобы, исторические реконструкции. Не стал исключением и Ненецкий автономный округ. В числе ключевых событий уже стартовавшая в НАУ акция «Я гражданин России» и «Одеяло мира». О том, как готовиться к общенациональному празднику, узнала Любовь Пермякова. А потом, 2 ноября, мы подведем итоги этой акции на базе первой школы, где все эти лоскутки соберем воедино. И получится у нас такое идея. Ведущий специалист Центра молодежной политики Екатерина Зименкова показывает нам «Одеяло мира», которое в прошлом году делали десятки окружных ребятишек. Каждый лоскуток на нем – это результат встречи школьников и диаспор, проживающих на территории региона. Представители диаспор в школах проводят классные часы, по итогу которого дети на лоскутке ткани изображают символ народа. А вот 2 ноября на базе первой школы у нас будет заключительная часть уже вот этой акции, где в торжественной обстановке соберутся все участники акции. И еще раз мы познакомимся с народами. Некоторые из них покажут свои национальные творческие номера. И в заключении все лоскутки ткани соединятся в единое одеяло. Такое «Одеяло мира» обозначает единство народностей, проживающих на территории нашего округа. А их в регионе немало. Это коми, украинцы, чеченцы, белорусы, чуваши, якуты, татары, цыгане, ингуши и другие. Многие из них ведут активную деятельность. Один из таких примеров – представитель азербайджанской диаспоры, создателем которой стал Этибар Курбанов. Организаторские способности и любовь к общественной работе помогли ему окружить себя командой земляков-единомышленников, впоследствии которой объединились в некоммерческую организацию «Единство». Видно, что у нас количества очень много, жителей очень много, численность очень много. Надо создавать, чтобы про нас слышали, что мы какой народ, культуру у нас какая хотели, культуру показывают, хотели наши национальные кухни показывать. Сейчас в диаспоре состоят более 150 азербайджанцев. Они вместе отмечают национальные праздники, соблюдают обычаи, выступают на городских и окружных мероприятиях. А еще жители Нинецкого округа Этибар Курбанов уже более 10 лет. Именно столько он живет в регионе, балует национальными блюдами. У меня в семье четыре сестры были, у меня братишек нет. И всегда, когда они готовили, я тоже смотрел. Когда студентом был, жил в общаге. Всех кормили, в одной комнате сидели четыре человека, я готовил. Все это тесто и уже научился готовить. Но любят его не только за кулинарные способности. Председатель азербайджанской диаспоры на любом празднике – душа компании. Еще одно активное землячество – татара-башкирская, которая в прошлом году пополнила семью национальных организаций Нинецкого округа. Почти каждый национальный праздник они украшают юртой и красивыми традиционными костюмами. Это концертный костюм на мне, но с элементами обязательными, которые в татарском костюме присутствуют. Это платье обязательно с валанами, ну в основном у простых девушек, в основном был. И конзол, удлиненная жилетка. Всего сегодня в регионе проживает более 77 разных национальностей. Для их развития и дружбы в Нинецком округе созданы хорошие условия. Взаимодействуем плотно. У нас в первую очередь идет грантовая поддержка, ну это естественно. То есть у нас на сегодня реализуются гранты такие, как у дагестанского землячества «Молодежь за мир». То есть у нас есть грант, допустим, который реализует Ассамблея народов России на сегодня. Это наш друг-мигрант. Ну и самое главное взаимодействие – это с лидерами и представителями общественных объединений национальных по работе, по укреплению единства Российской нации, по предупреждению межнациональных конфликтов. То есть у нас это ежедневные встречи. Также, по словам Анжелы Куликовой, каждый год представители народности принимают участие в различных мероприятиях за пределами округа. Один из самых ярких – съезд Ассамблеи народов России. В Нинецком округе Дню народного единства тоже готовят яркое событие. Оно пройдет на сцене Дворца культуры Арктика 4 ноября в 15 часов. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал Север.